Дебаты о возможности поставок ВСУ крылатых ракет Taurus, которые производит Германия, то набирают обороты, то опять затихают. Но, казалось бы, Британия и Франция поставляют нам аналогичные ракеты Storm Shadow и Scalp, поэтому речь может идти только о количестве изделий, которые находятся в распоряжении ВСУ, не более. Просто вспомним о том, как Франция приняла решение поставлять свои ракеты Scalp и тот информационный фон, который сопровождал это событие. Он оказался совсем слабым и в общем его можно было даже не заметить. Это при том, что Франция всегда очень осторожно относилась к расширению номенклатуры своих поставок вооружений. Если сравнить реакцию на поставки французских и немецких ракет в нашем информационном пространстве и у расистов, то она окажется несопоставима. Германию как только не склоняли. Они уже забыли советские танки в Берлине, а потоки помоев, которые вылиты на канцлера Шольца, вообще гигантских объемов. Президент Макрон не удостоился даже тысячной доли такого потока. И вот диспропорции обратили на себя наше внимание. Когда однотипные события вызывают абсолютно разную реакцию, то из этого можно сделать два вывода. Это кем-то намеренно режиссируется и в данном случае источник точно находится в Москве. А кроме того, такое болезненное внимание к одному из компонентов формулы поставок вооружений заставляет прийти к выводу, что мы чего-то не учитываем и немецкие ракеты нельзя ставить рядом с британскими и французскими. Более того, мы не один раз говорили, что Шторм Шэдоу и Скальп EG – это примерно одна и та же ракета с незначительными различиями в конструкции и характеристиках. Изначально она разрабатывалась совместными усилиями Франции и Британии. Они получили конечные изделия и каждый слегка допилил прототип от своей потребности. Французы сделали эту ракету основой подобного класса вооружений своего ВМФ. Но в общем все системы, а значит и боевые характеристики оказались практически идентичны, а вот крылатая ракета Таурус разрабатывалась отдельно, без какой-то привязки к франко-британскому изделию. Принцип работы всех крылатых ракет примерно одинаковый, но тем не менее они могут существенно отличаться по боевым и тактическим возможностям. И Таурус имеет таких отличий настолько много, что ставить в один ряд с другими изделиями просто некорректно. Но для этого надо присмотреться к тем важным моментам, которые и отличают эти ракеты. Первое и очень важное для ВСУ состоит в том, что Таурус имеет намного большую гибкость платформы, с которой ее можно запустить. Пусковой контейнер можно разместить на сухопутной платформе, смонтированной на шасси грузового автомобиля. С учетом количества нашей авиации, а тем более самолетов, которые способны нести крылатые ракеты, эта опция выглядит шикарно. Мы знаем, как работает Нептун с наземных мобильных платформ. И Таурус тоже может нечто подобное. Конечно, когда начнут подтягиваться самолеты F-16, у которых совместимость более чем сотни типов боеприпасов, ситуация изменится. Но пока возможность запуска ракеты непосредственно с наземной платформы серьезный плюс. Но и это не все. Изначально Таурус проектировался как модульная система, поэтому быстрое комбинирование определенными модулями может превратить ракету в нечто совершенно недостижимое для тени и скальпа. Например, модификация Таурус HPM High Power Microwave заточена на выведении строя РЛС, РЭБ, узлов связи и всевозможной электроники в радиусе километра. Мало того, что она способна прилететь в источник излучения, например, в локатор, но к тому же способна выжечь всю электронику, которая находится рядом. Но главным отличием от франко-британских ракет является система наведения. Напомним, согласно открытым источникам, ракеты Storm Shadow и Scalp идут к цели под управлением инерциальной системы наведения, которая способна давать недопустимую погрешность в точном наведении на цель. Поэтому бортовой компьютер в контрольных точках сверяет геопозицию со спутниками GPS и так выходит в целевой район на расстоянии 10-15 километров. После этого отстреливаются колпаки камер с инфракрасным каналом, которые ищут нужную сигнатуру, после чего проводится окончательная коррекция траектории вплоть до поражения цели. Как это работает, все уже видели. В Таурус тоже работает инерциальная система наведения, но для нее не обязательно коррекция курса по GPS. Это крайне важно, потому что рашисты первое, что делают, глушат сигналы в районе своих объектов. Тогда бортовой компьютер получает данные с оптоэлектронного модуля корреляционной системы наведения. Этот модуль постоянно сканирует местность, над которой пролетает с помощью телевизионного датчика с инфракрасным каналом и полученное изображение сверяет с данными, загруженными перед началом миссии. Кроме того, система постоянно получает информацию с радиолокационным высотомером ТРН и передает соответствующие команды системе управления с лазерными гироскопами. А все вместе позволяет обеспечить высокую точность выхода на цель, опираясь только на ту информацию, которая получена от собственных датчиков, что делает усилия противника по внешнему воздействию, направленному на отклонение курса, бесполезными. Проще говоря, существующие средства РЭБ просто не оказывают никакого влияния на систему управления ракеты. И надо заметить, что рашисты не имеют подобного вооружения и никогда не сталкивались ни с чем похожим. Как постановают за поребриком, такие ракеты средствами ПВО Московии практически невозможно перехватить. Это связано с тем, что РЭБ не действует на такие ракеты в принципе. К тому же там применяются технологии стелс, материалов и параметров конструкции. Там пишут о том, что такая ракета может прилететь в бункер к Путину и до момента, пока она там не взорвется, о ней вообще никому не будет известно. Это при том, что данному изделию уже два десятка лет, а сбивать ее оркам нечем и сейчас. Очевидно, что та волна, которая периодически обрушивается на Германию вообще и на Шольца в частности, генерируется рашистами, которые уже испуганы тем, что такое оружие окажется в руках ВСУ. Нет никаких сомнений, кто и зачем это гонит. А мы можем посмотреть, кто у нас работает вентилятором для такой волны. Запомнить и определиться, что это – враг или полезный идиот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok